Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Сегодня поговорим о казаках, точнее о обмундировании казака. У нас есть Денис. И давайте мы вкратце расскажем, что входит в обычное снаряжение казака. Вот что сейчас на вас. Сейчас на мне кожаные сапоги. Обязательно кожаные, да? Традиционные, да. Штаны. С лампасами обязательно. Да, это прям обязательно. Рубаха казачья, традиционная на пуговице. Черкеска. Черкесска это что-то такое кавказское, я так понимаю, да? Да, это пришло к нам из Кавказа. Донские и кубанские казаки переняли. Теперь это парадная одежда также донских и кубанских казаков. Так, всегда есть вопросы в интернете. Вот это вот что такое? Вот это газыри. А для чего? Сейчас они не заряжены. По идее становятся газыри. Это патрон. Во время боя, когда у казака кончались патроны, он мог спокойно достать отсюда, зарядить и дальше отстреливаться. То есть нет такого, друзья, что туда вставляются сигареты, как в фильме «Кавказская пленница» и есть еще прикуриватель. Нет, это газыри. Есть еще, рассказывал мне один умный человек, что крайний газырь использовался для продовольственного запаса. Так вот? Класса кусочек хлеба, кусочек сала. То есть если казак долго воюет или скачет степей, то есть припасы кончились, он всегда мог достать этот последний газы, покушать, так сказать, набраться немного сил и дальше продолжить свой путь. Так, давайте поговорим уже вот о снаряжении, что у нас здесь. Это все тоже ваше, да? Да. Оно как бы... Вам положено это носить? И можно, да? Это можно и положено, да и нужно. Давайте начнем вот с этого. Что это такое? Это кавказский кинжал. Слушайте, он острый? Он острый. На него идет паспорт, что он не является холодным оружием. Не является? Не является. То есть его можно перевозить по территории России спокойно, в машине, с собой носить. А почему? Подождите, у него есть гарда. Он длиннючий, он острый. Почему он тогда не холодное оружие? При покупке выдали сертификат. Может из-за того, что сталь нержавеющая, 60Х, 20, если не ошибаюсь. Странно, друзья. Напишите в комментариях, почему вот эта вот штука не является холодным оружием. Хотя казалось бы. А шашка, подождите. Шашка тоже не является холодным оружием? Шашка уже является холодным оружием. Но вам ее тоже можно, да? Да. Так как я являюсь казаком центрального казачьего войска, у меня есть удостоверение казака, я вправе носить шашку. Что за шашка у вас? Шашка рядовая, образца 1812 года, однодолая, с темляком. Она заточена до половины. Это заводская заточка. При желании можно заточить больше, сильнее, но при рубке, в принципе, хватает. А если шашка об шашке, точить сильнее, то, естественно, будут сковы. Ну, а те шашки, которые казаки, когда выступают, руутят что-нибудь... Это шашки для фланкировки. Это чуть-чуть другие. Для того, чтобы крутить, заниматься фланкировкой, они более облегченные, они практически не заточенные. А те казаки, которые принимают участие в конкурсах, на соревнованиях и по рубке, у них идет заточка полностью всей шашки и очень-очень устрая. А, то есть там уже бритвенная заточка. То есть, каждый использует оружие. Ну, а то есть вот такая заточка, вот середина и заточка, похожая на... Больше на топор, на самом деле, чем на нож. Это вот классическая заточка, она вот в бою такая применялась. Да. Угу. Так, хорошо. И еще один атрибут казака. Это? Это нагайка. Это уральская, из соромятной кожи, нагайка. Это традиционно уральские казаки такие носили. У донских казаков уже более под кнут, похоже. То есть, деревянная ручка, кольцо и дальше уже опять идет. Соромятная кожа, плетенка. А сюда что-то можно ставить? Сюда можно гайка, шарик, но это уже будет боевое оружие. А пока вот в таком образце не нужно, да, на нее там не решить? Ничего не нужно. Ну, для защиты, в принципе, тоже, если стукнуть, не растут, то будет неприятно, друзья. Вот такое, друзья, вооружение входит в состав самого обычного. Это Кубанский у нас казак, Донского. Донского. Донского казака. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.